Ай, она снова уменьшила диван. Барби не самая лучшая соседка. Еще больше новых идей ждут тебя на канале Оки-Токи. Подписывайся и смотри полезные лайфхаки и необычные рецепты. Лови ссылку в описании. Когда ездишь на велосипеде, помни о безопасности. Надевай шлем на себя и на своего кукольного пассажира. Крышечку от использованного ЭОСа разбираем. Вынимаем внутренний слой. Акриловой краской имитируем рисунок защитного велосипедного шлема. Канцелярскую резинку обрезаем. И приклеиваем внутрь крышечки, как застежку на шлеме. Кукольная голова надежно защищена. Можно ехать. Какой захватывающий фильм. Барби, хочешь вкусняшку? В твоем домашнем кинотеатре тоже показывают интересное кино? Вырезаем красивую картинку и ламинируем ее прозрачным скотчем. Приклеиваем картинку на старую черную палетку теней для бровей. Акриловой краской ставим точку, индикатор экрана. На картонную коробку от косметического мыла приклеиваем квадратный держатель из ластика. Две коробочки от блесков для губ и коробку с ластиком покрываем черной аэрозольной краской. Из цветной бумаги вырезаем дверцы для шкафчика. И клеим их на коробку, используя двусторонний скотч. Маркером рисуем ручки. Приклеиваем палетку с экраном на держатель. На длинные коробки клеим обрезки фатина, имитируем мутыкальные колонки. Закрываем швы полосками черной бумаги. Ставим колонки возле телевизора. У нас вечерний киносеанс. Все девочки заняты просмотром фильмов и поеданием вкусняшек. Домашний кинотеатр именно то, чего не хватало в комнате наших кукол. Моя Барби во всем похожа на меня. У нас даже есть похожие рюкзачки. Маленький круглый косметический контейнер окрашиваем изнутри акриловой краской. На крышку приклеиваем радужное украшение. Тонкую атласную ленту нарезаем. Опаливаем края. И приклеиваем на контейнер в качестве ручки и лямок рюкзака. Отличный аксессуар, Барби. И очень вместительный. Внутри любимое бьюти-средство нашей Барби. Ты просто супер модница. Что это у тебя? Салфетки для снятия макияжа? Отлично. Мне как раз нужен мягкий материал для нового дизайна Барби комнаты. Засохшие влажные салфетки окрашиваем хорошо разбавленной акварельной краской. Когда салфетки высохнут, надрезаем их с двух сторон по очереди, чтобы получился зигзаг. Растягиваем в одну полоску. Собираем салфетки вместе. Фиксируем край скотчем. Плетем из полосок косичку. Завязываем второй край на узелок. Косичку заворачиваем в спираль и склеиваем круглый коврик. И что ты сделала с моими салфетками? Посмотри сама. Этот плетеный коврик в прошлой жизни был твоими салфетками для макияжа. Правда отличная идея. Нужно придумать мягкое местечко и для собачки Барби. Ей тоже нужен уютный уголок. Кажется, я знаю, из чего его сделать. Приготовим два старых круглых спонжа для макияжа. В центре одного спонжа отмечаем круг циркулем. Вырезаем кольцо. И приклеиваем сверху на второй спонж. Коврик из старого спонжа прекрасно подошел для кукольной собачки. Теперь она чувствует себя как дома. Наша Барби фрилансер. Она обожает работать в кафе со своим макбуком. Старую косметическую палетку разбираем и чистим. Окрашиваем снаружи серебристой аэрозольной краткой. Распечатываем уменьшенное изображение экрана и клавиатуры макбука. Ламинируем картинки прозрачным скотчем. Обрезаем. И приклеиваем внутрь палетки с помощью двустороннего скотча. На крышечку приклеиваем логотип Apple, вырезанный из серой бумаги. Ой, а кто это сидит за вторым столиком? Такие крошечные деловые гости заходят редко. Что же ей подать? Пластиковый бизнес-ланч или кукольную колу? Мои подруги – профессора Барби Логи. Они знают, что Барби любит апельсиновый фреш. Нужно просто сделать мини-стакан. Очищаем колпачки от пробников помад. Также моем мини-флакончик от духов. С помощью миниатюрной лейки наливаем во флакончик апельсиновый сок. Ватную палочку обрезаем. Загиваем кончик. И вставляем стаканы из перевернутых колпачков вместо трубочки. Заказ готов? Ваш сок, Барби? Куклу замучила жажда. Она готова выпить целый графин. Синеглазка собрала коллекцию кукол. Нужно создать уют в их домике. Упс. Этот стул знавал лучшие времена. А вот у Наоми собралась куча старой косметики. Этой тоналкой красилась еще моя бабушка. Выброшу этот хлам. Стой. Не спеши избавляться от старой косметики. Я сделаю из нее новую мебель для Барби. На тюбик от использованной помады приклеиваем коробочку от круглых теней для век. Покрываем коробочку розовой акриловой краской. Тенью плюс помада получился новый кукольный стул. Присаживайся, Барби. Для такого красивого стула необходим новый визажный столик. Вторую палетку для макияжа разбираем и тщательно чистим. Плотную бумагу с рисунком приклеиваем внутрь палетки на двусторонний скотч. Это поверхность стола. Приклеиваем крышку с зеркальцем в открытом положении под углом 90 градусов. Два квадрата прессованного картона окрашиваем розовой акриловой краской. С обратной стороны красим в черный цвет. Приклеиваем палетку на ножки из картона. По краям ножек делаем разметку черным маркером. Ставим на столик миниатюрные аксессуары для Барби. Моей Барби как раз не хватало нового столика для макияжа. Теперь она будет всегда красивой. А теперь что? Барби понадобилась моя щетка? Ошибаешься. Мне хватит и маленькой щеточки для бровей. Поломанную щеточку для бровей обрезаем. Плоскогубцами вынимаем ворс. Обезжириваем спиртом с помощью ватной палочки. Пластиковые зубцы заклеиваем малярным скотчем. Покрываем щеточку краской. Снимаем защитный скотч. Заклеиваем отверстие на стенке щеточки блестящим скотчем. Используем как расческу для Барби. Смотри на мою мини расческу. Но она не для тебя. А для волос моей Барби. Сделаем ей красивую укладку. Барби обожает расчесывать свои волосы. Понравилась наша кукольная мебель и аксессуары? Тогда пиши в комментариях, какую вещь ты сделаешь для своей Барби и старой косметики. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые Барби идеи на канале Трум Трум.